Всем привет, меня зовут Касаткина Дарья и сегодня мы поговорим о чувстве зависти из нашего цикла негативное чувство и с вами попытаемся найти зависть все-таки это двигатель прогресса или это токсичное отравляющее чувство ну и как обычно давайте мы начнем с собственного опыта вспомните пожалуйста когда вы кому-то завидовали завидовали ли вы вообще в принципе кому-либо в своей жизни что вы чувствовали что думали как себя вели может быть вы что-то делали при этом считаете ли вы себя зависливым человеком и вообще как это зависливый человек ну и пока вы вспоминаете я перейду как обычно к обобщению когда мы кому-то начинаем завидовать мы обнаруживаем себя в зависти что мы чувствуем меня уязвили я ранен и еще мы чувствуем огромную несправедливость как это так у него есть а у меня нет почему как мы ведем себя когда завидуем мы отстраняемся от человека можно даже прям физически отодвинуться если кого-то выделили при нас мы как бы отодвигаемся и дальше что мы делаем мы начинаем вглядываться пристально в этого человека потому что мы пытаемся понять а что же в нем есть такого чего нет во мне и дальше поскольку мы уязвлены мы можем делать следующие вещи мы можем начать его обесценивать сказать ой да подумаешь вот тоже умник нашелся мы можем начать отождествлять себя с ним сказать а вы знаете этот умный человек мой друг да я с ним дружу вот его похвалили только что ну и третье мы можем начать хвалиться сами то есть мы можем начать рассказывать о своих успехах и достижениях самое забавное когда мы начинаем делать все это вместе сразу и такое тоже бывает что же мы хотим зависти самое первое мы хотим отодвинуться от источника боли то есть мы не хотим чтобы нам было больно но и второе мы хотим восстановить справедливость получить по заслугам по своим по хорошим и тогда если мы посмотрим на то что же такое зависть то мы увидим что это чувство которое возникает в отношениях где другие меня не увидели и из-за этого я сам себя как бы уже не могу не видеть не уважать не ценить зависть с одной стороны очень тяжелое чувство потому что она показывает нам наши слабости то есть то за что мы не можем стоять все что мы в себе не принимаем все что в нас себе не нравится становится для нас слабостью естественно перед другими людьми за это стоять тяжело второй момент в зависти зависть указывает на несправедливость с нами не так обошлись хуже если мы сами с собой как-то не так обошлись и третье зависть нас призывает ты что-то недополучил ты что-то недополучила что-то ценное иди и возьми себе это или как-то получи это но вопрос такой хорошо а с чего же зависть начинается с чего зависть начинается она начинается со сравнения например мы с вами заходим соцсети начинаем просматривать ленту и видим у кого-то из наших знакомых классные фотографии очень нас впечатляющие и мы начинаем сравнивать его на фотографиях и себя что происходит дальше мы чувствуем как будто бы мы не настолько уж и интересные люди не такие уж и важные и жизнь у нас какая-то скучная вот у этого человека жизнь интересна у нас возникает дефицит самоценности мы как будто бы уже не настолько ценны что происходит дальше мы перестаем себя принимать мы начинаем даже себя осуждать говорить вот почему я такая скучно все время дома сижу а у других людей такая жизнь интересна или вот они развиваются я вот ничем толком не занимаюсь не учусь хобби нету но при этом по-прежнему во внутреннем диалоге с собой мы начинаем размышлять нет ну что неужели я настолько скучный человек неужели я настолько неуспешная и понимаем что нет как будто бы вроде бы я и стараюсь и работаю и жизнь меня не такая уж и плохая и тогда возникает чувство несправедливости допущено по отношению к нам извне как будто бы эта жизнь мне чего-то недодала или как будто бы это мои друзья знакомые мои подписчики не видят какой я человек и вместе с этой несправедливости возникает чувство бессилия то есть что я могу с этим сделать но как же я могу получить вот это вот справедливое уважительное отношение я не знаю и конечно получается что завидовать другим это огромная проблема какая еще проблема в этом чувстве в нашем чувстве по отношению к другим людям когда мы начинаем так внимательно смотреть вот на этого нашего друга с прекрасными фотографиями мы как будто бы забываем что у него тоже есть недостатки темной полосы в жизни мы его идеализируем что дальше происходит мы начинаем абсолютизировать его ценность то есть ставим его на пьедестал и говорим ну паша саша вася ну звезда просто он такой классный замечательно во всех отношениях наша ценность становится меньше а я на фоне такой звезды как бы не очень и в итоге что происходит с нашими отношениями меня это так уязвляет что я могу проявлять агрессию по отношению к паше саше начать как-то отпускать его сторону саркастичной шутки или что-то ему плохое говорить или даже рассориться и тогда после этого вы можете подумать ну завидовать плохо а что делает с этим что делать с этим социальных сетях например надо самому вызвать зависть надо тогда сделать какие-нибудь красивые фотографии их выложите пусть на меня люди смотрят какой я классный и здесь тоже есть одна проблема вызывать зависть это тоже не очень здоровое решение почему потому что когда мы вызываем зависть с одной стороны мы смотрим на себя и мы хотим показать свои достоинства мы их лучше видим но с другой стороны мы все время оглядываемся на других людей а как они реагируют они полайкали мои фото они написали мне хвалебные комментарии как они ко мне относятся они действительно меня так ценят что происходит в нашем отношении к другим людям мы начинаем быть высокомерными ценность других людей для нас уже как бы становится чуть ниже то есть важнее я и мои достижения но при этом моя сама ценно зависит от мнения других людей и я попадаю в ловушку если вдруг кто-то на горизонте появится с самыми красивыми фотографиями лучше чем у вас и лучше чем у меня что будет чтобы подтвердить свою самоценность чтобы сохранить ее мне придется с этим человеком конкурировать возможно мне придется его обесценивать ну хорошо завидовать плохо вызывает зависть плохо а что же делать можете спросить вы можно научиться завидовать по белому как это вот смотрите это довольно сложно потому что завидуя кому-то по белому нам нужно быть очень честными с собой то есть нам нужно быть готовыми принять свои слабости сказать да вот вот есть у меня такое вот не люблю компании не люблю куда-то ездить люблю дома сидеть красивых фотографий от этого не получается и тогда с другим человеком мы можем быть скромными но уважительными мы можем посмотреть на нашего пашу или сашу сказать вот молодец классно путешествует фотографии хорошие делает здорово я так не могу но я люблю что-то другое я могу что-то другое и получается что мы и свою ценность поддерживаем и ценность человека уважаем и принимаем и у нас сохраняются хорошие отношения ну а как с тем вдруг если нам кто-то начинает завидовать и мы тоже с этим хотим обойтись как-то хорошо например нам говорят комплимент или нас хвалит что мы можем сделать для себя здесь мы можем порадоваться своим достоинством иногда комплимент или похвала могут показать нам ту часть себя в которой мы себя как бы не видим не замечаем нам говорят ой как-то здорово сделала вот эту работу а я не знала за собой такого здорово спасибо а с другим человеком что мы можем сделать мы можем попытаться стать с ним на один уровень если нас похвалили не залезать на пьедестал а наоборот поблагодарить человека сказать здорово спасибо я очень рада мне очень приятно что ты так не сделал мы как бы идем на уровень чувств а потом возвращаем ему его самоценность но и ты тоже вот здесь очень здорово что-то смог сделать и мне это очень нравится и тогда в результате принятия такой белой зависти мы оказываемся с человеком на одном уровне и снова мы и свою самоценность поддерживаем и его самоценность поддерживаем ну хорошо давайте еще раз подробнее разберемся как же все таки нам в отношении самих себя со своей завистью обойтись то есть как нам из черной зависти сделать зависть белую тут есть пять шагов не могу сказать что они простые но можно их тренироваться делать вы обнаружили себя зависть я чему-то завидую надо внимательно сначала посмотреть чему именно на поверхности может показаться например я там завидую другу или подруге потому что у них есть какой-то новый дорогой телефон а у меня нет но здесь нужно внимательно спрашивать себя а чему я завидую на самом деле и может оказаться что вы завидуете совсем не новому телефону а какому-то не знаю деловому качеству вашего друга либо подруги или его или ее везению тогда начинаем смотреть на дефицит что есть у этого человека чего нет у меня у него есть везение а у меня нет у него есть деловая хватка он бизнес хорошо делает а вот я нет не могу увидели что делаем дальше смотрим на себя а что я могу в чем я хороша в чем я хорош и мы начинаем как бы это смотреть в себе а я зато очень хороший собеседник у меня много друзей меня многие очень любят любят приходить ко мне в гости например хотя я совсем не бизнесмен и это мне по жизни помогает иметь большую как бы компанию много друзей большую сеть контактов дальше на четвертом шаге мы стараемся поставить наш дефицит и наше достоинство рядом и увидеть себя цельными я без деловых качеств но я общительный дружелюбный человек вот она я какая моя цельность и это приводит нас к принятию мы можем уже сказать да я другой человек он другой человек у него деловые качества но вообще не жестковатый а я другой человек у меня нет хватки но зато вот такая общительная и это хорошо ну собственно если мы с вами сможем проделать такие шаги превращение черной зависти в белую то тогда наша зависть уже не будет токсичным чувством для нас а скорее будет нам показывать и наши дефициты и наши точки роста это где мы можем еще раз снова себя принять еще раз снова себя узнать берегите себя не бойтесь завидовать но будьте собой в диалоге всем пока до встречи в следующем видео в следующем видео